Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. За сутки в Казахстане выявлено 183 заболевших коронавирусной инфекцией. В частности, 38 столицы, 29 в Алматы, 21 новые заразившиеся в Западно-Казахстанской области. Итого почти 12700 случаев инфицирования. Причем не вошли в общую статистику 357 бессимптомных носителей, выявленных за последние 24 часа. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 7135 человек. Между тем, количество умерших пусть медленно, но тоже растет. Накануне вечером стало известно о смерти заболевшей 52 года рождения в Западно-Казахстанской области. Среди новых заболевших в семье есть младенцы 19 и 20 годов рождения. Лабораторные анализы были отобраны у трех контактных с больными лиц. Еще у пятерых жителей диагноз подтвердился при обращении к врачу с жалобами на общую слабость. На данный момент в Восточно-Казахстанской области ковид выявлен у 185 граждан. Выздоровело 63 человека. Тем временем пресс-секретарь президента Казахстана Берекуали заразился новым коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Несмотря на все меры предосторожности, тест на ковид показал положительный результат, отметил он. В настоящее время Берекуали находится в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное. Что же касается Хосможмарта Токаева, то он, со слов пресс-секретаря, продолжает работу в соответствии с графиком. Его здоровье ничто не угрожает. Глава государства регулярно проходит тестирование. В аккорде усилен санитарный режим. Ужесточены меры безопасности. В семье бастуют бывшие работники подрядной организации. Вот уже несколько месяцев они не могут получить заработную плату. Без средств к существованию остались инженеры, мастера, сварщики, архитекторы и другие специалисты. Работодатель, который сначала вроде бы как обещал рассчитаться с людьми, теперь и вовсе пропал и не выходит на связь. Многочисленные жалобы в различные инстанции не дали никаких результатов. Возмущенных работников выслушала наш корреспондент в регионе Асим Утешева. Архитектор Татьяна Глушко, как и ее коллеги, три года назад взялась за новый объект с энтузиазмом. Проект по прокладке канализационных труб в новом микрорайоне Ушактар был амбициозный. Сначала все шло хорошо, но ближе к сроку сдачи объекта работники перестали получать заработную плату. Все документы, подтверждающие задолженность, они имеются у Салихова. Он не отказывался заплатить, но не платил. Хотя самозабвенно работали, все, что надо было, сдали. Он так то ли прячется, то ли игнорирует, ну не выходит на контакт. Хоть обещал все оплатить, я же не требую лишнее, требует то, что согласно оклада я должна была получить. Всего работодатель задолжал почти 30 специалистам. Общий долг составил около 20 миллионов тенге. Свои кровно заработанные 500 тысяч тенге вот уже восьмой месяц не может получить инвалид третьей группы по зрению Сергей Калимулин, который работал на предприятии сторожем. Сначала им стали выдавать аванс по 10-15 тысяч тенге, который едва хватало на дорогу. Мы это терпели. Потом вообще перестали платить зарплату. Во время работы он жил в вагончиках, где не было никаких условий. Зимой помещение не отапливалось, его здоровье резко ухудшилось. Мы могли бы предъявить директору еще и за моральный ущерб, потому что сейчас ему срочно нужны деньги на операцию. Но даже честно заработанные 500 тысяч тенге мы не можем никак получить. Заявление с жалобами люди написали в прокуратуру и трудовую инспекцию. Но обращения в различные инстанции не дали никаких результатов. Предписания трудовой инспекции, которые были выданы работодателю в конце прошлого года, не были выполнены. А с 1 января из-за вступившего в силу моратория на проведение проверок микро и малого бизнеса призвать к законности предпринимателя специалисты не смогли. Данный указ президента, он относится ко всем предприятиям, которые относятся к малому или микропредпринимательству. В данном случае РАЛИЕС относится к микропредпринимательству. В связи с этим мы не смогли провести контрольную проверку данной организации по исполнению выданного предписания. Причиной невыплаты заработной платы директора РАЛИЕС Салихов Рамис Рафатович поясняет, что данные банковские счета предприятия заблокированы органами госуправления, госдоходов и выплата не производятся. Обиженным работникам посоветовали обратиться в суд. Там их отправили к нотариусу. Сейчас этим делом занялся частный судебный исполнитель. Но пока работники ничего кроме дополнительных финансовых расходов так и не получили. Связаться с работодателем нашей съемочной группе тоже не удалось. На звонки подрядчик не отвечает. Найти его по юридическому адресу организации оказалось невозможно. Как выяснилось, офис он снимал в аренду. Вода из родников в черте Кустаная непригодна для употребления. К такому выводу пришли местные экологи. Специалисты взяли пробы и провели исследование в специальной лаборатории. Анализ показал, что вода городских родников наносит вред здоровью человека. Там имеются нитраты, фосфаты и тяжелые металлы. Их содержание превышает норму в два, то и в три раза. Загрязняющие вещества попадают в родники в основном во время паводка, когда с огородов в частном секторе смываются применяемые летом химикаты. Неоднократно нами были направлены письма в местные исполнительные органы, в органы санопиднадзора с указанием превышения содержания веществ. Разлив нефтепродуктов в Норильске эксперты назвали крупнейшей для Арктики экологической катастрофой. Сейчас на месте ведутся ликвидационные работы. По предварительным оценкам, свыше 20 тонн дистоплива распространились на огромной территории, примерно 180 тысяч квадратных метров. А восстановление экосистемы в районе аварии может занять не менее 10 лет. Напомню, ЧП на ТЭЦ-3 произошло 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных водоемов, в Норильске оказалась превышена в 200 раз. Страны ОПЕК договорились о продлении договора по сокращению добычи нефти. По информации Минэнерго Объединенных Арабских Эмиратов, действующее снижение на 9,7 миллионов баррелей в сутки сохранится до конца июля. Напомню, в начале марта участники сделки не смогли прийти к единому мнению. Провал переговоров во многом стал причиной рекордного падения цен на черное золото. Во Франции в одной из соцсетей вскрылись факты российских высказываний со стороны полицейских. Прокуратура Парижа открыла расследование по этому поводу, а министр внутренних дел пообещал строго наказывать за любые проявления расовой дискриминации. На этом фоне больше 20 тысяч людей вышли на улицы в знак протеста. Репортаж Алисы Сдыковой. Несколько тысяч человек у подножья Эйфелевой башни собрались, несмотря на предписание префектуры. Активисты организовали во французской столице сразу две крупные манифестации. Участие в этом приняли и семьи погибших от рук полиции. Во Франции действует режим чрезвычайного положения, а значит любые собрания больше 10 человек запрещены. Но несмотря на это, сегодня манифестации прошли не только в Париже, но и в Меце, Страсбурге, Леоне, Лиле, во всех крупных городах страны. Сами полицейские просили не делать поспешных выводов. Проявления расизма в своих рядах они назвали случайными и единичными, но протестующие с этим не согласны. Нужно, чтобы полицейских наказывали, потому что эти преступления остаются безнаказанными. Работа, жильё, повседневная жизнь. Нужно бороться с расизмом. Но во Франции говорят, что нет расизма. Как можно бороться с этим? Нужно взглянуть этой проблеме в лицо, осознать её и наказывать уголовно, чтобы это остановить. Акции протеста собрали во всей стране 23 тысячи человек. Это немногим меньше, чем несколько дней назад в одном Париже. Но, судя по настроению протестующих, манифестации против полицейского насилия и расизма ещё будут продолжаться. Алия Сыздыкова, Руслан Амиржан, Хабар, 24, Париж, Франция. Смерть афроамериканца Джорджа Флойда сподвигла выйти на улицы 15 тысяч берлинцев. Собравшиеся пришли почтить его память. Тысячи участников акции одновременно опустились на одно колено и замолчали ровно на 8 минут 46 секунд. Тихая демонстрация проходила на площади Александр Плац. Отмечу, изначально организаторы демонстрации планировали собрать полторы тысячи человек, но в итоге пришло намного больше. Чтобы горожане могли соблюдать дистанцию, полицейским пришлось заблокировать площадь. Большинство пришедших задумались о своём здоровье и пришли в масках. Задержаний не было. Всё прошло мирно. Добавлю, такие же акции прошли в 20 городах Германии, в том числе в Мюнхене и Франкфурте на Майне. Продолжение следует... Бизнес на селе стараются развивать в Атараусской области. Предприниматели в этом году планируют получить 500 миллионов тенге через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Эти деньги будут направлены на открытие трёх десятков проектов. Благодаря господдержке один из цехов по изготовлению мясной продукции, расположенной в селе Миялы Хозелкогинского района, в скором времени увеличит свои мощности. Мясная продукция жительницы села Миялы Айжаны Зимовой пользуется большим спросом. В её небольшом цехе в сутки производят 4 тонны мяса и 100 тонн фарша. В осенне-зимний период цех работает в три смены. На данный момент здесь изготавливают 4 вида продукции. В будущем эти показатели планируют увеличить до 10. Мы изготавливаем экологически чистую продукцию по национальным традициям. Соблюдаются все правила рубления мяса. Только из одной требухи можно приготовить 11 блюд из казахской кухни. Традиции наших предков передаются из поколения в поколение. Этот торговый центр – единственный крупный объект в Хозелкогинском районе, в котором находятся 12 столь необходимых для местных жителей заведений. – столовые, почтовые отделения, банки и аптеки. Он также был построен за счёт предпринимателей. Здание было построено за счёт средств, полученных из фонда. Это уже третий раз, когда мы получили его финансовую поддержку. На самом деле фонд очень хорошо помог. На 4,5 года, под 6 процентов – это отличная возможность для развития своего бизнеса. Сегодня недалеко от центра строится новое здание. Здесь появится гостиница на 32 места и столовая на 48 человек. Ещё 40 человек будут обеспечены работой. В общей сложности в прошлом году кредиты через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства получили 100 предпринимателей. По словам специалистов, такая практика продолжится и в этом году. Фондом финансируется в основном сфера обслуживания – парикмахерские, общественное питание, строительство торговых центров, автосервисов и многое другое. Внимание предпринимателей села обращено сейчас к перерабатывающей промышленности. Это связано с высоким спросом на такие продукты, как колбасы, сметана, консервированные огурцы и помидоры. И срок годности у них побольше. В этом году предпринимателям на развитие сельского бизнеса был подан запрос общей суммы в 500 миллионов тенге. Если его одобрят, будут реализованы 30 новых проектов. Алья Жамитова, Тимирлан Султангазиев, Хабар, 24, Атырауская область. И в завершение в Талдыкургане обеспечат водой дачные массивы. В городе насчитывается порядка 12 дачных и садоводческих обществ. Строительные работы начались в двух из них. Разрабатывается проектно-светная документация еще на трех. В частности, в массиве Уйтас на проведение водопровода из местного бюджета выделен почти миллиард тенге. Сейчас строительство завершено примерно на 70%. Помимо самих коммуникаций возводятся башня и резервуары. Проект предполагает подключение полутора тысяч абонентов. По словам подрядчиков, из-за пандемии они потеряли два месяца и теперь пытаются наверстать упущенное время. Работу усложняет каменистый грунт и узость улиц. Но строители надеются закончить и запустить питьевую воду к концу этого года. Данный проект предусматривает установку колодцев возле домов, где предусмотрены отводы от двух до шести. Там оставим счетчики и от данных колодцев далее будут получать технические условия на подключение. И население само будет подключаться. Воду таскали, конечно, из одной точки. Эта точка была совсем далеко. Например, надо идти много-много километров, наверное. Сейчас, благодаря вот этой мероприятии, у каждого дома будет своя питьевая вода. Это, конечно, облегчает нашу бытовую жизнь. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова